У людей денег нет. Проблемы саратовских обманутых дольщиков решают на самом высоком уровне. В областном правительстве прошла очередная встреча тех, кто пострадал от недобросовестных застройщиков. Обсудить их проблемы приехал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Собственно, до конца года думаю, что общее количество домов, которые будут введены, составит порядка 25 домов из 54 проблемных. Это результат работы за полтора года получится. Год назад Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу. Специалисты, входящие в нее, должны заниматься решением вопроса проблемных домов. На тот момент 30 тысяч жителей региона были в статусе обманутых дольщиков. Сейчас их стало намного меньше. В этот раз председатель Государственной Думы встретился с теми, чьи дома долгостроя входят в список самых проблемных. Придется часть вопросов не решать уже на федеральном уровне, а часть вопросов, Валерий Васильевич, здесь будет решать. Либо мы будем объединяться и, соответственно, искать те подходы, которые нам дадут возможность. То есть, ну, в любом случае, через какие источники сейчас пока говорить не буду, но найти вот те 4 практически с половиной миллиарда, которые необходимы нам на достройку этих домов. В августе в свой отпуск Вячеслав Володин запланировал провести совещание и снова встретиться с обманутыми дольщиками. Этот долгостроенный университетский стал одним из первых, который сдали сразу после создания рабочей группы. Владимир Еремин вспоминает, что после смерти застройщика работы встали, деньги пропали, проблемы пытались решить разными способами. Пытались решить вопрос постройкой многоуровневой парковки с тем, чтобы продать эти парковочные места и решить проблему. Но как-то это все не решалось без, скажем так, активного участия региональных властей, ну и, соответственно, Вячеслав Викторович. Сейчас Владимир Еремин готовится к ремонту, правда, ему опять надо немного подождать, когда квартиру покинут птенцы. Пока дом стоял без хозяев, жилплощадь заняли голуби и свили здесь гнездо. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.